Девушки отдыхают Итак, можно подвести итоги недели. Неделя неплохая на российском фондовом рынке. Мы по индексу ММВБ практически подошли вплотную к 1350, попытались прорваться вверх, потом пошли вниз. Но, по сути дела, такого большого-то продвижения наверх, конечно, нет. Тем не менее, можно сказать, что и страхи какие-то о том, что мы провалимся, они пока тоже не реализовались. Тем не менее, Андрей, вы до перерыва говорили, что вполне возможно эти страхи, и Станислав с вами согласился, будут реализованы в сентябре месяца. Какую тактику сейчас лучше выбирать? Может быть, сейчас попробовать уже такой шорт взять, среднесрочный? Вы смотрите на меня. Да. Хорошо. А на кого же? Я чего думаю? Значит, я думаю простую вещь, что широким фронтом не надо формировать пакеты и вверх, и вниз. Сейчас есть определенные идеи, и для Ланга, и для Шарта. Ну, для Ланга, идея, может быть, Станислав с вами не согласится, это префы. Потому что, когда был последний проводчик на этой неделе... Пора уже в дивиденды играть, на вашем счастье. И на прошлом году, в прошлом году, в августе, я обратил внимание, когда стали, извиняюсь, наш рынок утаптывать, вот на этой неделе был такой денек нехороший, да, как стояли жестко префы сура. Ну, и МТС тоже было, тоже их подбирали. А МТС вообще в этом году шикарная бумага. Вот, поэтому эти две бумаги, я думаю, при любом случае надо подбирать. Так, потому что, вот. А что касается, какие бумаги будут более слабыми, да, которые, тут это зависит... Да, еще я хочу сказать про норильский никель. Я, может быть, не фанат норильского никеля, но там может образоваться игровой момент определенный. Ух ты! Да, потому что там наибольшее количество медвежьих, извиняюсь, расхождений на графиках дневных, поэтому если сходят... А чисто технические? Да, на 4905, там предыдущая, вот, отметочка. Вот, ну да, показывают график, да, и как бы ложное пробитие, быстренько ложное пробитие, и чуть выше, и все. Это будет игровой момент до покупки. Ну вот, и больше я не вижу, честно говоря, каких-то игровых моментов, потому что когда рынок вытянулся в струночку, откуда их взять? Угу. Вы сказали только, что в лонг играть, то есть мы можем подбирать дивидендные бумаги. Да, вот я думаю, что... Префасургут МТС. Да, думаю, будет. И где-то игровой момент по технике вы видите в ГМК. Да. Что касается шортов, вопрос был про шорт. Вопрос. Если в сентябре все-таки нас ждет разочарование. Да. Что же будет у нас слабым звеном? Ну вот это я заранее вам не скажу. Потому что если стратегию брать в раскорячку, вот что вы сказали, что-то в лонг, что-то в шорт. То понятно, что логично тогда что-то зашортить. Потому что если есть бумаги в лонг, то зашортить можно индекс, конечно. Но вот есть момент... Нет, чтобы не получилось, так рынок упадет, а мы стоим в лонгах только. Но мы обозначили точку, значит, 1400 пунктов до пробития. До этого момента мы просто спим. Мы разговариваем о жизни, да. А вне рынка мы спираем. А когда пробьет, я думаю, что хуже будет... Ну, великая вероятность, что хуже всего будет сектор металлургии. Энергетика. Вот. Почему металлургия... Традиционно аутсайдеры. Ну да. И посмотрите на рынок китайских фондов в Шанхай-Кападе и просто проследите. Вот. По энергетике сейчас народ избегает только по той простой причине, что не понимают, как этот процесс консолидации, как повлияет на стоимость отдельных стоков. Они правда может вложиться, но они ничего не понимают. Поэтому они в первую очередь будут эти бумаги сбрасывать, по-моему. Ну, металлургия еще, можно сказать, прогнозы цены на сталь тоже очень неутешительные. И заявления лидеров отрасли, таких как известный товарищ Миттл, да, Лакшми, тоже не позитивные. Поэтому ждать нечем. Станислав, вот в целом согласны с тем, что сказал Андрей? Металлургия однозначно будет хуже рынка. В этом сценарии... А любимая всем греющая душа электроэнергетика? Ну, вот насчет электроэнергетики, я думаю, что там не так все плохо будет. Во-первых, за этот год все, кто держал электроэнергетику, уже не один раз притрясли портфель и вряд ли восстановили те доли для этого сектора, которые были раньше здесь отведены. Поэтому я не думаю, что там будет... У некоторых аллергии уже появилось на эти бумаги, управляющих, насколько я знаю. Ну, ничего страшного, она пройдет. Мои знакомые письма пишут, аж до главы правительства дошли, уже открытые письма, возмущенные. Кто-то говорит, что больше не буду связываться с этим сектором никогда. Ну... Когда произойдут там... Мелкие инвесторы думают так, а недавнее интервью главы НЛ свидетельствует о другом. Нет, у них-то в НЛ и в ИОН у них там нормально все налажено. Я думаю, что мы приближаемся к осени. В осенью должны разрешаться тарифные проблемы как раз в электроэнергетике. И если их удастся решить не так, как раньше, то есть с первого раза, то в электроэнергетике будет импульс для роста, в первую очередь, в региональных распределительных компаниях. И может быть они даже... Ну и если не будут не стоять на месте, то могут даже порасти против рынка. Это действительно может быть. Если посмотреть, что у нас в последние две недели происходило в территориально генерирующих компаниях... Ох, да, да. Убитые просто... В чем причина этих зомби? Если посмотреть, этих зомби, их не так много. Не все росли. Росли только компании... Вы согласны, что это зомби? Отстали и пошли. Некоторые из них, да. Но, допустим, ТГК-2, ТГК-14, это две компании, которые обновили минимумы 2009 года. В этом сегменте больше никого таких нет. Поэтому они так же быстро и восстанавливались. А остальные, это компании, принадлежащие комплексным энергетическим системам. И тут идея консолидации. То есть, и там, и здесь технический фактор, и здесь какой-то фундаментальный момент. Все остальные, если посмотрите, Мосэнерго, ТГК-1, которых мы считаем наиболее интересными с фундаментальной точки зрения. Нет, это понятная компания. Они ни живы, ни мертвы. То есть, в нормальных бумагах интереса-то нет. Это всегда настраивает нас в осторожный лад. Наши друзья, американцы, тоже, когда смотрят на свой рынок, смотрят, какие сектора растут. Вот сейчас, в последние дни, растет машина автомобилестроения. Не самый лучший сектор, далеко. Не передовой сектор экономики. Растут домостроительные компании, растут металлурги и золотодобывающие компании. Говорят, ого-го, ребята, к этому ралли есть очень много вопросов. Когда действительно компании низкого качества бизнеса растут, тут много вопросов. Ну, в принципе, у нас рынок сейчас, по сути, топчется на месте. Здесь вопросов никаких нет. Посмотрим, есть ли вопросы у наших телезрителей. Первый дозвонившийся. Здравствуйте. Вам слово. Алло. Алло. Представьте себе, говорите, пожалуйста. Представит Соколова, Москва. Я хотела бы узнать, как массируются такие слухи, что доллар поменяется, будет новый и старый корейский. Кто распространяет их, скажите? Мы найдем и накажем. Ну, это вся Москва говорит об этом. Вся Москва? Да. Ух ты. А мы вот что-то не говорим, что доллар. Так что же вы говорите, что же говорит вся Москва? Ну, вот что будет новый доллар, что старый доллар ходить не будет. Не верьте им. Да? Не верьте, я думаю, что эксперты подтвердят. Ну, не, ну даже, как бы это даже смешно говорить. Я не буду говорить, плюньте им в лицо, кто вам это скажет. Спасибо. Патетически. Я на рынке с 96-го года, и постоянно вот эта вот тема всплывает. Новый доллар. Новый доллар, да. Станислав. Нечего комментировать. Нечего комментировать, да. Ну, крик души. В общем, не бойтесь, с долларом все будет нормально. Единственное, что будет ли с точки зрения курсовой стабильности нормально все с долларом? Ну, если мы сошлись на том, что, скорее всего, с Куи-3 обломаются люди, то можно ждать укрепления зеленого, звездно-полосатого. Опять смотрите на меня. Ну, я всегда готов. На кого же мне смотреть, Андрей? Так редко к нам приходят. Я прикажу. Редко, чтобы меня не выпытали. Значит, что думал. Был прогноз, вышел МВФ, где сказано, что третий квартал будет самым плохим для мировой экономики в горизонте 4 года. То есть мы сейчас войдем в период турбулентности, я так думаю, да, еще связанный с тем, что потолок госдолга в США после выборов, если ни о чем не договорятся демократы и публиканцы, просто автоматически порежут бюджет, по-моему, на 600 миллиардов долларов. Соответственно, ситуация будет в экономике Ахова, американской. То есть перспектива на следующий год Ахова. И в следующем году не будет никакого резона им держать дорогой доллар. Вот. Иначе они никогда из этого болота не выкрепутся. Поэтому они будут не так кажется. Ну, ясно. Там еще немцы есть, которым дорогой евро тоже не надо. В общем, кто кого. Хорошо, следующий звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь и говорите. Добрый вечер, Сергей, Москва. Вы извините, я сегодня так не смог до Сапунова дозвониться, поэтому мне были конкретные вопросы. Ну, повезло вам, он в отпуск ушел, скажу вам. Так вот. Ну, удачи ему. Это самое. Итак, так звучат вопросы. Новотек. Мы отработали цель 371 рубль, вот этот гэп закрыли. И что мы ее, как-то так мы не очень. Не то пробивать мы ее, не то отбиваться. Вот что здесь оценка по Новотеку. И вот про Сургут здесь сказали добрые слова, но что-нибудь поконкретнее. Мы на 22 рубля пойдем или все-таки сейчас дружненько начнем палить, там рубли на 19. Ну, вот такие вот вопросы. Спасибо. Нас интересует конкретика. Вот от себя сразу скажу, Андрей уже упоминал эту тему, не стоит торговать по каким-то рекомендациям. Да, Сапунов торгует, он просто вам дает пример своего подхода к рынку, какой логикой он пользуется. Вы тоже должны свою логику выстроить и торговать по своим оценкам. Андрей, вот по этим двум компаниям, начнем с Новотека. Есть ли у вас какое-то мнение по уровням? У меня по Новотеку вообще нет мнения, потому что я не торгую. Ну, я считаю ее компанией дорогой, хотя я знаю, что аналитики очень хвалят эту компанию, постоянно хвалят. Вот, ну, я считаю, что она достаточно дорогая с точки зрения фундаментальной, поэтому я ее особо не отсматриваю. А может, кстати, посмотреть, что думают аналитики по Новотеку, нам сейчас покажут. С точки зрения фундаментальной пока, а потенциал все-таки есть у них 28%, в принципе, это консенсус прогноз, нескольких десятков инвестдомов. А мы поинтересуемся в ВТБ-24, что они думают? Станислав. Мы тоже считаем, что Новотек дорогая бумага, потенциал остается, но он исчисляется даже не двумя, двузначными цифрами. То есть вы более консервативные? Да, мы более консервативные, и если посмотрим, вот то, что было у нас раньше, осенью, как падал, ой, весной, как падал Новотек, сказали всего одно слово. Понятно, на чем? На налогах? На налогах. Понятно, на налогах. Налоги не приняты. Сказали, пересмотрен. Давайте дождемся, что в итоге решится. Тогда можно будет уже окончательно ставить модель. Все равно, извините за просторечие, стремно как-то покупать. Все, вот, в том-то и дело. И потенциал небольшой, и неопределенность большая опасна. С другой стороны, есть такая компания, как Total, которая, по слухам, я не знаю, ну, информация. Она постепенно наращивает пакет. Это значит, мы играем вместе со слоном. Куда идут слоны, туда и мы. То есть плюс в этом есть. То есть есть поддержка. Мощная. С другой стороны, какие-то фонды могут продавать. Все правильно, поддержка есть, но посмотрите, что было в мае, в июне. Кстати, Price to Earnings 10. Ну, в принципе, для нашего рынка, конечно, это дорого. Ну, и компаний, таких как Novotec, магнита у нас почти нет. Андрей. Так, мы переходим к Сургуту. Следующий. А, добровись с него. Я не люблю. Да, я не люблю. Вот про Сургута могу сказать. Значит, если вам захочется продать Сургуту нефтегаз привагированное, просто возьмите, заклейте клавишу Sell на торговом мониторе. Не, наберите номер Андрея, он у вас купит. Потому что, когда будет коррекция, а все-таки, я думаю, процентов на 5-7 мы скорректируемся по всем бумагам в сентябре. Да, вот когда будет коррекция, я в целом думаю, что нефтянка будет лучше рынка. Это мое частное мнение на этой коррекции. Но вот эту бумагу будут подбирать, и в районе 18-9, вот буквально расковыряют эту клавишу Buy, будут бить, просто вот, в общем, будет ажиотаж, я думаю. С Сургутом тут еще вещь какая, дивиденды по РСБУ, они отчитались. Они же от РСБУ, а это Транснефть от РСБУ. Понимаю, что дело, еще Татнефть не очень хорошо отчиталась. И часть любителей этих бумаг перешла из Татнефти в Сургут прием. Понятно, понятно, да. Ну, посмотрим на прогнозы, что нам говорят инвестсообщества. В целом 30% даже больше видит потенциал у Сургута обыкновенного. Что вы думаете, Станислав? Вот Сургут, он более интересен, нежели Новотек. И у нас таргет даже больше, чем консенсус прогноз по Сургуту прелегированному. То есть здесь вы оптимисты? Здесь мы, да, оптимисты. Другое дело, что инвесторы могут быть несколько разочарованы по итогам третьего квартала, по отчетности. Потому что именно осенью Новотек большую переоценку чистой прибыли получил. И тут, может быть, год к году нехорошая динамика просто быть данного показателя. И это несколько умерит аппетиты к будущим дивидендным доходностям. Но пока действительно бумага очень сильная и техническая, и фундаментальная. И по дивидендной доходности один из лидеров из наиболее ликвидных бумаг. Поэтому очень много консервативных инвесторов. Сургуту здесь, наверное, не влияет, причем нам показывают обычку Сургута. Все-таки мы-то говорим сейчас о том, что в префах все лежит, а не в обычке. Поэтому, ну, в общем-то, стоит, наверное, говорить только в основном, если мы говорим про Сургут, то подразумеваем префа, как Ленин и партия. Кстати, вот вспомнил я товарища Ленина, никто еще будет помянут. Произошла печальная история. В ЮАР погибли люди. 34 человека, шахтеров. Были волнения. На шахте напоминает это волнение. Если кто изучал историю, помнит ленские прииски в начале 20 века. Кстати, товарищ Ленин и получил свою партийную кличку именно благодаря этой истории стал подписываться Ленин. В принципе, как-то вот эта история может повлиять на цену на драгметаллы. Все-таки это там мощные платиновые шахты. Плюс китайцы имеют большой интерес сейчас в покупке компаний Барик. Вот в золотодобывающих компаниях что происходит сейчас, на ваш взгляд? Как отрасль поживает? Если про российские компании говорить, то там кроме лензолота, собственно, и идеи нету. Лензолота дивиденды объявила на следующей неделе закрытие реестра. Могут наверх поиграть. В целом по миру сейчас вот как на рынках стабилизация, так и по золоту у нас такая же. Боковик долгий уже. И недавно был отчет Мирового Совета Золотова по спросу на драгметалл. Четвертый квартал снижения спроса. То есть кроме центробанков никто, собственно, активно золото не покупает. То есть тенденция не очень хорошая. И поэтому вот затишье может еще продолжаться достаточно долгое время. Что касается цен и вот событий с ЮАРом, да, хотелось бы отметить, что сейчас цены на платиноиды очень низкие. Англоплатинум, да, один из крупнейших добытчиков платиноидов, у него себестоимость уже ниже текущих рыночных цен. А это очень крупный производитель. То есть маржинальные производители уже в убытке. Дальнейшее падение цен... Да, у них тяжелое положение. Им, в принципе, сложно было пойти на поводу требований рабочих, именно потому что уже компания наладом дышит. Да, в том-то и дело. Следует ожидать сокращения предложения. И это может оказать поддержку вот платиноидам. Ну, если мы говорим о платине, то это не только драгоценный, но в первую очередь, наверное, все-таки промышленный металл. Потому что в катализаторах используется платин. Что касается промышленного металла, вот хорошо, что Андрей сказал про прогноз МВФ, да, то, что третий квартал может быть худшим. И, собственно, есть ожидание, что вот-вот мировая экономика достигнет дна. И, соответственно, если опережающие индикаторы PMI в Китае и так далее начнут демонстрировать положительную динамику, собственно, отскок уже один раз уже продемонстрировали, да, тогда могут уцепиться из-за промышленного металла. Но для этого нужно подтверждение статистической... Ну, это еще, да, это еще время нужно. Андрей, что вы думаете по золоту, платиноидам вообще? Есть ли там что-то, да, интересное? Сейчас как бы... Игровые моменты. Сейчас, игровые, когда закончится эфир, я вам скажу личный игровой момент. Ого! Вот, а сейчас я вам скажу просто, что где-то года полтора назад все говорили про 2200... Подальше отодвинусь пока. Да. За унцию, да, и немножко народ, грубо говоря, развели, и много разочарованных людей. И несмотря на то, что сейчас есть такая тема, что золото защитный актив, вот, но народ очень осторожничает. И они говорят, как, ну, пускай на 1550 сходит, да, мы там подберем. А по текущим, вот, сейчас все-таки отросли, да, мы не будем подбирать. Вот. Вот, и в рамках нашего разговора хочу прорекламировать металл Палладий. Угу. Да, то есть, как бы там рынок просто колоссальный, и все эти машины идут по евро-четыре. То есть, до Палладия очень большие перспективы открываются. Еще вопрос такой, наверное, отрасли, о которой мы не говорили. Удобрения. Цены на сельхозтовары растут. Будет ли рост цен на удобрения, на ваш взгляд, связано ли это вообще? И можно ли ожидать, там, какой-то перспективы? Урал-Калия, Акрония? Ну, тут я опять не могу ничего сказать, потому что это опять стыкуется на китайский спрос. А там все, как бы, все сложно. Как говорится, в Китае есть три вида статистики. Понятно. Станислава спросим. Цены на удобрения будут хорошо поддерживаться. Я не думаю, то, что будет быстрый рост. Он, если и будет, то будет достаточно медленный. Точно так же, как и сильного всплеска цен на коммодитис, на зерно, пшеницу и так далее, тоже вряд ли стоит ожидать в настоящий момент. Если посмотреть на графики, то цены на пшеницу, на кукурузу, они обновили максимумы локальные, которые были год назад. Да, всплеска не будет. Спасибо большое. Спасибо, Андрей. Спасибо, Станислав. Станислав Клещев, Андрей Верников были гостями нашей программы. Всем удачи, хороших выходных. Субтитры подогнал «Симон»!